так ребят всем привет сейчас подождем пока все подключится я понимаю что время уже достаточно позднее но я надеюсь что все-таки найдется время у вас подключиться должна была блин эфир 20 минут назад выйти но у нас видите белая ночь и у нас очень светло и я просто с такими трудностями сейчас сталкиваюсь чтобы уложить детей спать потому что они смотрят на улицу видят что на улице светло и спать просто отказываются привет привет так давайте чуть подождем как только еще народ подключиться ребят как меня слышно я подключила микрофончик не знаю вот может поближе как-то присоединить дайте пожалуйста обратную связь хорошо ли вы меня слышите так пошли сердечки значит я думаю что слышно меня достаточно неплохо давайте я его вот так еще вроде так должно быть нормально все ок спасибо элина большое за обратную связь у нас вообще лето просто тепло тепло в осло так что всех приветствую смотрю вот уже 20 человек так что можем начинать ребят всем привет меня зовут аня я живу в осло столице норвегии сегодня отсюда для вас провожу прямой эфир слышно хорошо супер отлично я очень-очень рада потому что все-таки прямые эфиры важно чтобы был хороший звук неплохая картинка и я даже специально вышла из квартиры сесть вот на свежем воздухе показать вам наши белые ночи и заодно пообщаться на тему норвегии если кто-то был когда-то в норвегии хочет побывать либо же имеет какие-то вопросы то не стесняйтесь задавайте я очень люблю общаться вот так вот по живому скажем так поэтому буду рада ответить на все ваши вопросы давайте сначала предлагаю немножечко познакомиться я уже сказала что меня зовут аня я сама родом из украины из города днепр мне 29 лет и я уже почти 4 года живу в осло в столице норвегии у меня двое детей погодки добрый день добрый вечер у нас уже вот у нас кстати час на час меньше от москвы то есть у нас сейчас 21 23 еще раз прошу прощения за задержку должна была выйти в 10 по москве ну просто вообще никак никак не могла заставить детей спать они мне говорят мама на улице светло и просто привет из днепра привет привет как приятно видите наши просто ребята везде очень приятно да сегодня будем с вами общаться забыла подождите про себя это рассказываю до того как я переехала в осло я пять лет жила в шанхае это город в китае мегаполис и там я училась там я работала и конечно когда я переехала из шанхая в осло мне показалось как будто меня остановили просто на скаку привет из киева привет у нас сегодня интернациональная тусовка собирается очень приятно видеть здесь земляков из беларуси классному вообще супер беларусь наша дружественная держава давайте ребят мы там мы с вами так и получается когда я перебралась из шанхая в осло переехала я сюда изначально в принципе это была более рабочая такая можно сказать причина но впоследствии уже то что меня вынудила здесь остаться это собственно то что я встретила здесь своего мужчину привет из москвы супер москва люблю ваш город никогда не было было только в питере к сожалению но в москве очень хотела бы побывать люблю мегаполис и поэтому это прям мое осло не совсем могу назвать мегаполисом хотя конечно он претендует до безусловно название достаточно такой развитой качественные до столицы европы но в целом это конечно все таки не мегаполис здесь живет в максимум миллион человек с пригородным с пригородами в центре считается что живет где-то 450 500 тысяч то есть принципе да здесь не такое большое количество населения что в общем то и хорошо потому что жизнь такая размеренная и спокойно но конечно какой-то же упомянула в сравнении с жизнью в шанхае это просто конечно для меня было потрясение здесь оказаться сейчас я очень довольна очень рада что все-таки выбрала осло своим местом жительства очень также часто бываю в украине сейчас к сожалению последнее время из-за ситуации сами понимаете не так часто приходится и получается летать но в целом да вот поэтому чуть-чуть и про себя рассказала если будут какие вопросы то ребята обязательно задавайте если что-то переходите ко мне на страничку я наверное прикреплю свой свой ник чтобы те которые потом будут заходить смотреть еще в записи люди или же те которые будут сейчас присоединятся потому что я смотрю нас 20 человек висит на плюс-минус могут заходить чтобы видели кто я такая вот я закрепила свой ник поэтому буду вас очень ждать у себя в гостях у меня всегда там что-нибудь обсуждаем про норвегию не только норвегию и многие другие темы но давайте все таки плавненько переходить к нашей сегодняшней теме потому что сегодня я хочу вам рассказать о нашим самым знаменитом злом мальчике в городе осло который будоражит вообще сердца туристов очень многие туристы которые приезжают естественно делают такой небольшой ресерч до небольшое исследование перед тем как приехать и конечно же они натыкаются на различные истории различные интересные места и хотят собственно в этих местах побывать сейчас к сожалению опять же туристов у нас практически нет но мы очень их ждем очень надеемся что они в скором времени к нам вернуться и снова все эти туристические места заиграют красками так вот самое одно из ярких туристических мест это осло парк скульптур парк скульптур скульптора которого зовут гюстав вигеланд он к сожалению же умер он практически после окончания второй мировой войны но оставил за собой очень большое наследие он оставил после себя огромный парк скульптур который вообще один из самых крупных парков скульптура в мире принадлежащих одному единственному скульптору то есть это действительно огромная такая территория где выставлены его работы ну и плюс конечно же сама территория парка как такой зеленой зоны я сегодня буквально в сторис своих рассказывала что в норвегии вообще в принципе народ когда особенно тепло любит в парках выходить сидеть на траве пикники вот это загорание на на пляне вместо пляжа на траве до в парке это все вот как раз про норвежцев играть какие-то там бадминтоны волейболы и так далее это все здесь очень распространено и здесь не запрещено использовать абсолютно все вот эти вот общественные места да аля там парки и скверы и так далее для культурного массового такого времяпрепровождения спортивного в том числе поэтому этот парк всегда заполнил заполнен огромным количеством людей и местных и туристов и в принципе он открыт 24 часа в сутки 365 дней в неделю и вход в него бесплатный что тоже очень классно я была там 15 лет назад очень впечатлила ну вот здорово здесь действительно на самом деле все кто приезжает как турист в основном обязательно в срочном порядке идут смотреть этот парк но вообще осло конечно город не очень большой поэтому если вы когда-нибудь задумаетесь о путешествии в норвегию вам в принципе хватит пары дней чтобы так досконально неплохо изучить осло конечно если вы хотите еще более углубиться и прям там обойти все музеи и вы очень большой фанат то советую чуть подольше но как правило двух дней вполне достаточно так вот вернемся к этому парку да что он из себя представляет там эти все скульптуры которые сделаны вот этим знаменитым скульптором вигеландом они сделаны в натуральную человеческую величину отлиты они из металла бронзы и так далее то есть они действительно такие впечатляющие и сделаны они в виде именно фигур людей причем людей как правило обнаженных там в основном все фигуры обнаженные и изображающие какие-то вот просто обыденные наши повседневные скажем так занятия но в очень таких артистических можно сказать проявлениях то есть например там люди которые борются до между собой или там материнство мама там с кучей детей и так далее или там люди которые между собой обниматься в общем я добавлю в stories ребят потому что мне очень сложно передать для вас эту картинку я обязательно сейчас после эфира добавлю stories какие там вообще есть скульптуры и ну действительно человек который это все создало он работал над этим более 20 лет у него кстати я хотела еще обязательно рассказать вам его судьбу у него очень интересная судьба потому что родился он еще в 19 веке где-то в середине 19 века и он родился не в осло но родители его отправили в осло на учебу причем отправили его учиться ревьбе по дереву насколько я помню то есть тоже такому до ремеслу но он это ему это нравилось но он не сделал это своей основной профессией и когда у него появились финансовые возможности потому что он поддавался там на различные гранты и получил в свое время студенческий грант от государства на то время были свои там другие разные правила да можно было попросить финансовую поддержку и когда он получил эту финансовую поддержку он отправился в путешествие по европе и в принципе нельзя сказать что на тот момент это было как-то очень необычные вау многие до студенты которые в то время учились они могли себе это организовать и в принципе не то чтобы позволить но найти до возможности такие то есть это в принципе чуть-чуть отличалась в норвегии от наших например даже стран но все равно не каждый безусловно мог такое сделать и он поехала значит в трип по европе объездил очень многие столицы париж рим вот это все его очень сильно впечатлило а конечно же наследие и вообще все достопримечательности он решил что он будет строить этот парк вернулся в осло и осло вообще у нас поделен грубо говоря на две части восточную западную поделён он но это такое отделение неофициально да то есть это разделение от королевского дворца вот есть центральная улица есть королевский дворец все что на запад от королевского дворца там считается элитный район все что на восток это считается район более такой ну как скажем спальный да то есть и не более такой эмигрантский так вот он как раз жил в этом западном районе в одном из самых престижных которые сейчас является на тот момент конечно это было все совсем по-другому в принципе осло был других абсолютно масштабов но на данный момент этот район где он жил является самым дорогим самым престижным и самым таким пафосным и он в этом районе как раз таки строил этот парк увы к сожалению он умер и через семь лет только этот парк открылся но он конечно очень много туда вложил труда сил опять же все эти скульптуры сделанные из бронзы из гранита он их делал у себя во дворе дома и потом в этом парке думал как это все организовать и и занимался не только именно производством от этих самих скульптур изготовлением он еще и делал полностью ландшафтный дизайн даже там всякие заборы и мелочи короче продумывал просто как должен вообще в принципе выглядеть парк как цельная такая как цельный объект но как я уже сказала к сожалению он не дожил до момента открытия и этот пар был открыт только через семь лет после его смерти умер он в пятидесятом году то есть через пять лет после окончания войны и конечно очень жаль очень жаль что он этого не увидел но зато норвежцы сейчас конечно очень гордятся принимают огромное количество там туристов всегда можно найти группы которые там ходят и и в числе вот этих вот всех скульптур потому что когда вы заходите там знать изначально на входе есть такой длинный длинный мост и вот вдоль этого моста стоят все всевозможные эти скульптуры разные там по одному по два человека до разные вот эти вот инсталляции и одна из этих инсталляций это просто мальчик который ну я не знаю на вид ему там года три наверное я так полагаю что очень хотел скульптор изобразить кризис какой-то там трехлетний да может быть даже и старше не знаю не буду не буду сейчас говорить у каждого как бы понятия о детях достаточно субъективно и какого возраста там этот мальчик но в целом он выглядит очень злой он стоит знаете как вот дети злятся непосредственно очень эмоционально очень вот по-настоящему да он стоит у него сжат и кулаки он топает ногой у него очень такое злое выражение лица и это самая любимая всеми посетителями скульптура которой просто выстраивается очередь чтобы с ней сфотографироваться и и даже называют моной лизой виггеланда то есть его главным таким творением у этого мальчика считается что очень такая хорошая энергетика если его потрогать то он обязательно принесет удачу и исполнит желание и люди трогают его так как он стоит обнаженной полностью люди трогают его у него стерты просто вот ладошки запястья лодыжки и стерта самое главное его причинное место а так что она даже сияет на солнце да фото есть фото запущу обязательно в стори я бы хотела здесь даже добавить но я не знаю так я я просто честно скажу не знаю это здесь я знаю как презентацию показывать на презентации у меня к сожалению нет поэтому мне придется в стори потом выложить вы пожалуйста зайдите вот я сразу же как только закончу эфир во первых я его сохраню ребят обязательно а во вторых я выложу стори чтобы вы понимали и вот значит этот мальчик у него и натерто и причинное место и в принципе он такой и популярно известны все абсолютно знают что этот мальчик он так лекция будет без фото не поняла лекция быть без фото да да то есть я не добавляю здесь фото это как бы даже ребят это я не могу назвать это лекция это больше так рассказ про я я не очень люблю просто слова лекция мне навевает это знаете какие-то такие нудные томные посиделки в университете когда все засыпают и всем уже не интересно я больше называю скажем так нашей встречи нашим прямым эфиром чтобы мы могли с вами познакомиться пообщаться про норвегию который я очень люблю которую я рекомендую всем абсолютно посетить рассказать немножечко да про вот этот феномен этого мальчика про парк скульптур и будет без фото сейчас мы будут обязательно фото стори значит да туристы фотографировать особенно китайцев там просто огромное количество китайцев всегда собираются в очередь реально то есть народ выстраивается в очередь к этому мальчику чтобы друг за дружкой подойти потрогать его загадать желание и в разных позах с ним сфотографироваться в обнимочку трогая его как-то там еще но он самая популярная действительно достопримечательность этого парка и и еще недалеко от него находится скульптура которая называется колесо жизни это такой замкнутый круг диаметром в три метра где изображены переплетенные просто тела человеческие фигуры вот это тоже достаточно распространенная такая и популярная локация в парке но все равно ничего не сравнится с этим мальчиком а еще стоит один огромный монолит его называют это такая 14 метровая огромная колонна до монолит тоже состоящая из переплетенных человеческих фигур то есть в принципе почему-то у скульптора было действительно какое-то такое тяга показать человеческое тело но не с точки зрения там какой-то эротики то есть многие конечно да когда видят думают может там есть какой-то эротический подтекст просто придумывает где его абсолютно нет нет эротического подтекста там абсолютно нет просто он хотел изобразить вот человеческие различные эмоции различные ситуации как говорится без без купюр да без никаких дополнительных атрибутов просто человеческая натура человеческая природа как она есть опять же еще раз повторюсь что когда добавлю фотографии вы обязательно поймете что я имею ввиду или же вы можете просто погуглить парк скульптур в осло он там один у нас такой знаменитый вы обязательно все найдете но конечно же скульптору очень сильно помогали и он не сам над этим всем трудился потому что действительно вот даже этот же монолит ну представьте 14 метров то есть там действительно работы просто было не на один год и это такая огромная колонна в самой высокой во первых части парка ее видно со многих точек города и в принципе конечно очень очень впечатляет плюс она вырезана была эта колонна из цельного куска гранита и там фигуры по моему 120 человек или даже больше то есть ну в принципе вот да если будете то обязательно посетите потому что в парке еще конечно есть там его мастерская и его дом музей на в принципе интересно погулять но хочу все-таки вернуться к мальчику потому что у нас сегодня он все-таки главный герой нашей с вами встречи из-за того что во первых он небольшой а во вторых он такой распиаренный да будем говорить современным языком то есть многие о нем знают и действительно многие приезжают на него посмотреть он почему-то всегда становится а такой главной главным объектом вандализма в осло вообще такое небольшое отступление хочу сделать вандализма как такового в чистом виде здесь очень очень мало в основном всегда все в чистоте аккуратно и не могу сказать что здесь прям все так охраняется но просто вот наверное менталитет играет роль потому что скандинавия вообще достаточно такое место спокойно и без особых преступных там действий и так далее то есть принципе актов вандализма в норвегии а уж тем более в осло достаточно мало происходит но почему-то если они происходят они всегда случаются с этим мальчиком и вот даже в апреле этого года то есть вот совсем недавно месяц назад в начале апреля снова значит включаю я новости а у нас норвежские новости это такое знаете как ничего не происходит плохого то есть новости о чем могут быть естественно про пандемию и про то что там что-то где-то случилось но как правило знаете если что-то где-то случается это там лебедь уплыл из какого-то парка о боже ищем лебедя или там ой сбежал откуда вот а код давайте его найдем но я конечно очень сейчас утрирую но в целом новости в норвегии не перенасыщены каким-то негативом потому что его здесь просто очень мало то есть безусловно показывают там если случаются какие-то происшествия громкие там какие-то не дай бог преступления убийства это это все показывает это все транслирует мировую политику но именно когда речь идет про внутренние новости норвегии это всегда вот меня ну не всегда очень часто веселит потому что действительно все очень не серьезно на мой взгляд и в очередной раз в начале апреля значит включая я новости это было 6 апреля и в новостях рассказывают что в парке вегеланда в осло неизвестные под покровом ночи пытались украсть этого бедного мальчика причем они взяли пилу болгарку я так понимаю и пытались этой болгаркой срезать короче его левую лодыжку но что-то там у них не получилось но там конечно еще и есть охрана и плюс этот мальчик уже зная столько злополучных происшествий он стоит под какой-то там сигнализации у него есть система охраны короче спилить и у них так и не получилось но естественно они его неплохо повредили и вот новости на полчаса про то значит кто будет спасать мальчика каким образом как его теперь будут снимать репортаж про то как это вам мальчика снимают с этой бедной его отпиленной недопиленной ногой уносят 7 апреля на следующий день они все-таки решили как они это все делать будут тоже на полдня новости унесли и никому не рассказывают где он там находится опять же в целях безопасности потому что ну откровенно говоря у норвежцев не так много культурных достояний которых не культурных извините а именно достояние вот искусства до которыми бы они могли гордиться очень сильно то есть у них по сути дела только мунг это художник который написал картину крик может вы и знаете наверняка знаете сто процентов видели картина крик с нее это кстати факт интересный с нее писался вот этот смайлик который вот этот сейчас я его напишу чтобы понятно о чем я говорю о том что меня не очень хорошо получилось показать вот этот смайл он действительно был взят по мотивам этой картины крик тоже добавлю наверно в стори раз уж я об этом заговорила но вот помимо этой картины художника мунг а и вот этого парка скульптур и этого мальчика самого главного да по сути вот таких вот и старе искусства до предметов у них не так чтобы много поэтому безусловно они очень хотят сохранить это все и с трепетом этого к этому относятся ну и этого мальчика в общем забрали лечили вылечили каждый день там нам давали какие-то небольшие апдейты все наши паблики в интернете все очень переживали тоже наконец-то появилась и появился инфоповод это да модным языком буду говорить появился инфоповод о чем поговорить и естественно было сказано что мы как можно скорее вернем его на место и в конечном итоге его вернули и конечно же он наконец-то его кстати вернули в двадцатых числах то есть заняло конечно какое-то время реставрация этого мальчика но вернули водрузили на место и даже сказали что уже они усилили элементы защиты не знаю насколько это правда потому что я не так давно рассказывала кстати не знаю может может кто-то был из вас ребят я рассказывала про кражу картины мунка из музеев это случилось два раза случалось дважды в истории норвегии и там как бы опыт ничему людей не научил здесь которые устанавливают системы безопасности потому что люди вообще в принципе не ищут не ждут друг от друга подвоха они не думают о том что действительно это может случиться и как-то здесь все настолько построено на доверие что мне кажется никто не ожидает каких-то громких дел громких преступлений и громких каких-то явлений поэтому то что они говорят что они усилили охрану на этом мальчике я конечно очень в этом сомневаюсь но в любом случае я вам не советую это проверять еще такой один факт хотела вам рассказать что в норвегии есть такое понятие как период он называется руси ти это ну вроде как период выпускного да вот как у нас есть выпускной вот так вот норвежцы когда они выпускаются из школы они полностью отмечают этот период это кстати происходит до экзаменов что меня очень всегда удивляет они всегда гуляют была на этом эфире ой кстати эфир рейса здравствуйте очень приятно что вы были и на этом и на том эфире эфире проводила тоже отсюда но у нас тогда были не белой ночи шел дождь еще вернее они только начинались и было достаточно темно и и я бежала тоже домой тоже у меня в тот день произошла небольшая накладка по времени это вот знаете очень как норвежский норвежцы говорят типиск типично для того что в том плане что когда ты что-то запланировал и что-то решил в этот день сделать всегда произойдет какая-то накладка но ничего мне накладки не мешают все равно выходить с вами общаться очень люблю проводить прямые эфиры надеюсь что буду это делать чаще и не только на аккаунтах марафонов но и также на своей страничке так вот вернемся к тому факту что хотела рассказать значит в период этого выпускного опять же не буду сейчас углубляться это такая отдельная очень интересная тема кстати может проведу как-то на эту тему эфир у себя тогда на страничке расскажу у меня давно уже есть задумки рассказать про этот феномен норвежских выпускных когда происходит вот этот период в жизни каждого норвежского подростка они друг другу придумывают очень такие интересные задания и они часто друг друга берут на слабо как это у нас называется да то есть там а слабо сделать то-то слабо сделать то-то и так как они уже выпускаются из школы и перестают быть детьми то есть можно тогда сказать что они уже не дети они у них очень часто вот эти вот задания на слабо направлены именно на этого бедного мальчика поэтому с ним происходит постоянно какая-то вообще интересная история то его облили краской то его отписали граффити то его снова там пытались куда-то забрать унести то на него надели какую-то одежду интересную то там маску на него недавно тоже показывали там маску на него но это безобидные конечно такие действия но все равно очень прикольно то есть он является таким действительно центром внимания поэтому если вы когда-то услышите про злого мальчика в городе осло то знайте теперь что вы были на эфире слышали про него и обязательно приедьте с ним сфотографируйтесь и когда сфотографируетесь выкладывайте отмечайте меня потому что я всегда очень радуюсь когда мне люди пишут сейчас конечно это случается увы очень редко но такое было несколько раз когда люди пишут ой ань вы нас улюбили в норвегию мы запланировали поездку вот мы едем и отмечают меня и благодарят и я очень всех сюда приглашаю поэтому еще раз призываю вас если вам интересно эта страна и темы подписывайтесь на мой блог я могу также вас проконсультировать в директе по поводу поездок сюда отвечаю всем ребят иногда не очень быстро но в итоге все равно отвечаю у меня не маленький поток сообщений но если вы вдруг будете интересоваться планировать и все же пандемия не вечная и мы очень надеемся на возрождение путешествий туризма ближайшее уже время то добро пожаловать и я надеюсь что у нас будет с вами возможность пообщаться может быть даже встретиться прогуляться если у вас есть какие-то вопросы то я буду очень рада на них ответить если вопросом нет то тогда я в принципе могу потихонечку завершать обязательно сохраню этот эфир насколько я знаю его переносят в потом резервный аккаунт но вы все равно оставляйте пожалуйста комментарии таким образом эфир увидят большее количество людей и конечно же я добавлю еще история как я вам обещала с злым мальчиком остальными скульптурами и еще и с криком спасибо и вам большое спасибо за то что были сегодня здесь я думаю что большая часть людей на самом деле посмотрит записи как это всегда бывает я достаточно часто провожу прямые эфиры на аккаунтах каких-то марафонов и часто бывает что люди те которые не дошли и не успели онлайн в это время не всем опять же удобно заходят и потом смотрят записи поэтому если что делитесь тоже можете отправлять кому бы это было интересно и в принципе я думаю если больше у вас вопросов нет мы можем потихоньку завершать видите как у нас сейчас на виду так подождите нет к сожалению не фокусируется небо яркая яркая не фокусируется или может я могу вот так вам показать вот так я могу показать вот смотрите это у нас 10 вечера сейчас все ребят тогда всем хорошего вечера я была очень рада с вами сегодня пообщаться будем потихонечку закругляться и до новых встреч я очень на это надеюсь как днем да когда мы скоро уже стемнеть на самом деле у нас не такие прям у нас как в питере подобные белые ночи не такие прям как в мурманске да где полуночное солнце но норвегия очень большая страна и на севере конечно там уже по-другому все побежала ребят всех приглашаю к нам еще раз всем желаю хорошего настроения хорошего вечера и до новых встреч пока пока до новых встреч пока другого не все пока м Продолжение следует...